И в продолжение темы. Студентам Тверского государственного медицинского университета рассказали о преимуществах работы в Тверской области с будущими стоматологами, фармацевтами, педиатрами. Встретились советник губернатора Тверской области Наталья Соколова и главный врач станции скорой медицинской помощи Константин Маслов. О том, как проходила беседа, рассказывает Никита Васильев. Студентка третьего курса Тверского государственного медицинского университета Диана Хаш учится на стоматологическом факультете. Девушка родом из Москвы, но постигать азы медицинской профессии решила в Тверской области. В будущем она планирует стать челюстно-лицевым хирургом, но уже сейчас набирается опыта в системе здравоохранения Тверского региона. Диана работает санитаром в ковидном госпитале, заступает в том числе и в ночные смены. Санитарная работа немного грязная, но ничего страшного. В основном это уборка мусора, уход за больными. Иногда помогаю медсестрам. В общем-то инъекции тоже могу делать, несложные какие-то. Вместе с Дианой в Тверском медуниверситете в настоящее время обучается еще более 4 тысяч студентов. На сегодняшний день ТГМУ по сути главная кузница квалифицированных медицинских кадров для Верхней Волжья. Однако далеко не все студенты остаются работать в системе здравоохранения Тверской области. В связи с этим одна из главных задач, которая сейчас стоит перед областным руководством, заключается в повышении мотивации выпускников трудоустраиваться в больнице и поликлинике нашего региона. И в первую очередь в государственные учреждения. Мы всегда рассказываем молодежи, что развитие вас как специалиста вы можете получить только лишь работая в государственных бюджетных учреждениях. На сегодняшний день правительство Тверской области и Министерство здравоохранения Тверской области активно создает все условия, чтобы к нам приходили на работу. Очень достойная заработная плата. И не только у врачей-стационаров и ковидных стационаров, но достойную заработную плату мы можем предложить врачам участковым, врачам первичного звена. Одно из мест, где молодых кадров ждут с наибольшей охотой, Тверская станция скорой медицинской помощи. После объединения СМП в Верхней Волжье появилось большое количество вакансий, в том числе и в отдаленных муниципалитетах. Именно там, отмечает главный врач станции скорой медпомощи Константин Маслов, сейчас молодежи не хватает сильнее всего. Объединенная служба скорой помощи, конечно, должна насытиться кадрами и укомплектоваться для того, чтобы на бригадах работали и фельдшеры, и медицинские сёстры, и, конечно, врачебные бригады. За последнее время довольно много в область поступило новой техники, реанимобилей, а это подразумевает работу на них специалистов, таких как врачи скорой медицинской помощи, врачи-анестезиологи-реаниматологи. И Тверской скорой помощи есть чем заинтересовать молодые кадры. Как рассказал Константин Маслов, сегодня у врача бригады неотложной медпомощи зарплата варьируется от 40 до 60 тысяч рублей. При этом существуют надбавки до 50 тысяч за работу в условиях COVID-19. Также у выпускников есть возможность получить грант в размере до полутора миллионов рублей при заключении договора с Минздравом Тверской области. Александр Некрасов в скорой помощи работает вот уже три года, а начинал, как и многие его другие коллеги, студентом Тверского медуниверситета. Я сам из Тверской области, 70 километров от Твери. Поступал я бесплатно, куда-то в Москву не хочу. Когда вся вот эта работа по объединению только начиналась, я попал прямо в весь этот эпицентр. Это интересно, это как-то завлекло, увлекло и все, и других вариантов нет. Отметим, что о необходимости привлекать молодые кадры в сферу здравоохранения не раз говорил и губернатор Игорь Руденя. В частности, этому был посвящен один из вопросов на итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года. Стоит определенная планка по повышению заработной платы. Далее, это выплата за особые условия. Это общее обучение и общая подготовка врачей и фельдшеров скорой помощи. Это одна часть. Вторая часть – это укомплектация, укомплектованность врачей. Как я сказал, что сегодня это, к сожалению, является одной из таких фундаментальных задач, которая не так быстро, как хотелось бы, выполняется. Это заполнение вакансий врачей. Добавим, что в ходе общения с представителями сферы здравоохранения региона в режиме свободного микрофона студенты задавали интересующие их вопросы. Они касались в основном таких преференций, как баллы для поступления в ординатуру при трудоустройстве в скорую помощь, отпусков на момент сессии, возможности трудоустройства иностранных студентов. По итогам встреч всем студентам выдали экскурсионные флайеры на посещение современного единого диспетчерского центра Тверской станции скорой медицинской помощи.